Работы художников Родился 5 октября 1848 года в Париже Был учеником Жан-Луи Эрнеста Мессанье После двухлетних занятий в мастерской Мессанье Он выставил первую свою картину Изображавшую эту мастерскую работу Отмеченную печатью таланта Но не чуждую ученической робости и неопытности Весной 1870-го детай в польских сюжетах Посетил Испанию и Алжир И едва он возвратился, как вспыхнула франко-прусская война И художник сразу вступил в ряды сенской подвижной стражи Получил известность за портреты солдат Изображение военных маневров, военной формы И обычной жизни солдат Особенно его интересовала тема наполеоновских воин Я цитирую Википедию На протяжении всей своей жизни он собирал коллекцию военной формы И редкости, которые были переданы в музей армии в Париже Всего он выставлялся в салоне 26 раз За период с 1867 по 1912 годы Живопись Эдуарда де Тайля связана с академизмом И унаследовала традиции, восходящие с неклассическим и романтическим художником наполеоновской эпопеи Вместе с Альфонсом Деневилем он создал две большие панорамы сражения Битву при Шампиньи и Битву при Резенвилле Впоследствии они были разрезаны на несколько частей и пруданы по отдельности на первой распродаже в 1892 году А затем и на второй в 1896 Путешествовал по Европе между 1879 и 1884 годами А также посетил Тунис в 1881 году с французскими экспедиционными войсками в качестве младшего лейтенанта Находясь в Англии он нарисовал обзор британских войск Принц Уэльский купил, подарил королеве Виктории на его бриллиантовые юбилеи в 1997 год Королева ценит это и посылает до Италии юбилейный крест в знак своего удовлетворения Благодаря своим путешествиям он взбудился с царем Николаем II и российской императорской семьей В 1890-х годах писал все больше и больше полотен, вдохновленных наполеоновским эпосом Особенно батальные сцены и кавалерийские атаки Использует старинную униформу и аксессуары, чтобы отточить точность своих картин Участвовал в разработке униформ для армии Был избран членом Академии изящных искусств в 1892 году Президент общества французских художников с 1896 по 1900 год Внес свой вклад в создание музея армии в Париже Успешно работал в России В 1886 в Париже был издан альбом о красносельских маневрах Большие маневры русской армии 1884 года Сувенир из Красного села В советское время данный период творчества художника и его картины подвергались жесткой цензуре Эдуард де Тай скончался 23 декабря 1912 года в родном городе Париже Вот так вкратце о французском академическом художнике и баталисте Жан-Батист Эдуард де Тай Пока-пока, до свидания, смотрим работа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин